Сегодня я не смотрел фильм, в котором чувак из того дома пришел к чуваку из того дома и навалил его матери на грудь. То есть ты говорила, что я посмотрел данный фильм, да? Да. Но я не смотрел фильм, в котором чувак из этого дома пришел к незнакомому чуваку из этого и навалил его матери на грудь. Ты не смотрел этого фильма. Ты решил весь наш разговор записать? Я что-то не могу понять или только конкретную фразу? Я решил наш разговор сейчас проговорить. У тебя немножко странное понятие нормальное. То есть то, что я пропал на сутки, это для тебя считается ненормальным. Да. Но то, что люди уходят, допустим, в плавание на карна судне, это для тебя считается нормальным. А знаешь почему? На полгода, на год. А знаешь почему? Ну. Потому что девушка та, которая ждет своего парня, который ушел в рейс, она знает, где он. Понимаешь? Знаешь, девушка, которая, парень, который ушел в рейс, не знает, где он. Потому что каждую секунду его местоположение по широте и долготе изменяется. Я неплохо выгляжу. Она не знает, где он. Хорошо, она формально. Она никогда не попадет, оно будет только для меня. Она знает формально, где он. Где-то на земле. Где-то на земле. Ты тоже знаешь формально где. Где-то на земле. Где-то на земле. Где-то на земле. Хаты прийти к тебе и тебя будет от этого спокойно. Хорошо. Это ненормальные отношения, когда вот так. Знаешь, нормально либо ненормально, эти вещи познаются. Хорошо, это неадекватно по отношению ко мне. Так тебе лучше? Я другое слово подберу. Я не наговорил, это субъективная, а не объективная величина. Нормально либо ненормально. Для кого-то нормально прийти к матери, навалить на грудь незнакомого человека. А для кого-то нормально пойти в кино. Да. Вот как с тобой можно поговорить нормально? Ты придираешься к словам, к слову нормально. Ты можешь именно смысл взять, а не придираться именно к конкретному слову? Нормально или ненормально? В чем суть упрека? В том, что мы о чем с тобой договаривались? Договаривались. Хорошо, договаривались. Ну а если быть не сконно правильно, то... А вот. Нормально. Нам надо где-то пристать. Хоть я к тебе пристану. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Подожди. Ты понимаешь, как все делается? По... По... Для... Этой... ...хронометрировать. И так. И так. Ну да, лучше. Да. Да. Давайте я начну вообще сначала. Когда люди в отношениях друг с другом, то они что-то планируют вместе. О чем-то договариваются. Понимаешь? Спрашивают. Где, что? Кто делает? Когда... Мужик... Приходит. Нет. Звонит в интим-услуги. И берет оттуда какую-то бабу. Они тоже что-то планируют вместе. О чем-то договариваются. У них есть договор. Я тебе даю бабло. Ты там, так сказать. Я не планирую. Сейчас мы... Ну что планируем? Поехали домой. Ну это и так по словам. Ну-ну-ну. Да? Они тоже планируют и договариваются. Так вот у тебя нету вот этого планируют и договариваться. У тебя оно отсутствует. Понимаешь? Оно ненормально, когда этого планируют и договариваться нету. Договариваться и планировать что? О чем? Что? Как минимум мы с тобой договаривались о том, что ты мне будешь сообщать где ты и что ты. Чтобы я тоже что-то могла планировать. Например, увидимся мы с тобой сегодня. Что ты делаешь? Он упал. Тоже меньше трогать его надо было. Он упал. Светит кто-то. Ты меня сбиваешь этим. Я теряю мысль. Я не смотрел фильм, в котором мужик пришел из соседнего года в соседний. Я это уже поняла. И навалил его матери на грудь. Нет. Этого не было. Для кого-то нормальные комуссексуалистические браки для кого-то нет. Я тебе говорю о том, что так не поступают. Не женятся на мужчинах. Почему же поступают? Вполне. Я тебе о другом говорю. В многих странах они не только женятся, они много еще чего вытворяют в первую брачную ночь. Ой, блин. Какая-то сложная. Я тебе совсем другое объясняю. Ты говорил, что будет легко. Никто не говорит, что будет легко. Вот я и тебе пытаюсь что-то объяснить. Туман здесь. Так, слушаем дальше. Суть проблемы. В том, что вот ты считаешь, если бы, да, мы с тобой о чем-то договорились, например, увидеться завтра, да? Угу. И я тут сижу в онлайне такая вся, да, и не пишу тебе. Ну, а ты мне там пишешь, строчишь, а ты не отвечаешь. А мы хотя договорились с тобой увидеться. Вот ты считаешь, я бы нормально поступила? Это странное понятие слова «проблема». В одном фильме я узнал фразу. Ты опять придираешься к словам. Потому что не существует слова «проблема», а существует слово «ситуация». Хорошо, возьмем эту ситуацию, а не «проблема». Хорошо, возьмем. У тебя легче? Да. Ситуацию возьмем, хорошо. Ну так, вот на твое рассуждение ты считаешь, я бы хорошо поступила? Мы о чем-то с тобой договорились. То есть, после всего я непонятно где твоя девушка, да, непонятно где сутки, непонятно с кем, что она делает и тому подобное. При этом мы договорились вечером встретиться. Вот такая ситуация тебя устраивает. Я вчера договорился с тобой встретиться. Ты решил сейчас отмазаться, да? Я ведь вчера не говорил тебе, что мы сегодня с тобой дом встретимся. Или говорим... Я тебе сейчас предоставила ситуацию, в которой ты должен был мне ответить. Как бы ты поступил? Я бы понял и простил. Я бы понял, что все что можно. Важная ситуация. Конечно, после того, как ты меня кинул в черный список, я и не думаю, что ты в этой ситуации поступил, понял и простил. Долго мне будешь исправлять? Ну блин, это реально ненормально. Так не поступают в отношения. Мы блин, да, я тебе сказала, что вечером что? Что я целый день дома. Максимум, куда я пойду, это в качалку. Мы с тобой увидимся. Да, мы с тобой увидимся. Я не уточнила, когда. Ты сейчас решил себя оправдать или что? Нет. А что? Я правда даже здесь себя не собираюсь. А что? Что это за мистяк? Ты кушала жареную картошку сегодня? Да. А как тебе? У меня тут смысл. У нас. Ну, ты знаешь. Да. У меня я знаю. Что я кушала сегодня приезжаю на картошку. Что нет? Нет, я кушала печеную картошку. Кто кушал буквально в 20 лет? Что нет? Нет, я кушала печеную картошку. Я не обезразиваю, честно. Будешь пойдем? Я тут еще не был. Ну, а у них там закрыто. Не знаю. Не знаю. Руан идет. Не знаю. Ну, иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, иди сюда.